Сегодня мы попробуем нарисовать носорога из наскальных рисунков пещеры Шаве. В 1994 году специалист по пещерным образованиям Жан-Марий Шаве с двумя помощниками обходил ущелье Пон-де-Арк в департаменте Ордеш на юге Франции и обнаружил пещеру общей длиной 800 метров и высотой до 18 метров, на стенах которых были изображены многочисленные рисунки, возраст которых достигает 37 тысяч лет. Рисунки пещеры Шаве считаются одними из древнейших образцов пещерных изображений. Более подробную информацию вы можете посмотреть в интернете. Возьмем лист бумаги, карандаш, пастель или мелки. Для удобства компоновки на листе карандашом нарисуем рамку. Затем поставим точки, где должны располагаться рог, спина, задняя часть туловища, хвост, задние и передние ноги. Внимательно рассмотрите, в каких взаимоотношениях находятся пятна и линии на рисунке. Желтой пастелью обозначьте светлые участки. Черной пастелью по нашим маркерам нарисуйте тонкой линией контур носорога. Туловище, ноги, глаз и так далее. Начните прорабатывать детали пятнами, штрихуя и дополняя рисунок линии. Усиливайте как темные, так и светлые контуры и пятна. Субтитры подогнал «Симон»! Усильте фон. Делайте это в разных местах плоскости, не сосредотачиваясь на одном участке. Обратите внимание на детали, которые присутствуют на оригинальном рисунке. Важно не автоматическое точное копирование, а ваша интерпретация. Создайте дополнительные пространственные детали. Внимательно взгляните на оригинал и возьмите основные пятна и линии, которые создадут пространственную среду. Важно не вовремя. 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 Там, где пятно должно быть более мягким, растушуйте его пальцами Поверх растушевки где-то можно дополнительно пройти с штриховкой или линиями Это создаст дополнительный объем и пластическое разнообразие Публикуйте свои варианты на скальных рисунках в комментариях Хорошего вам настроения!